Добрый день, меня зовут Лейла Кельдебекова. Я являюсь учредителем и директором детского образовательного центра ДИНО. Это частный детский сад. В данный момент у нас воспитывается 80 детей. За этот период я столкнулась с определенным рядом различных ошибок и трудностей. Первое ожидание, которое у меня было в этом бизнесе, считая, что я буду иметь свой собственный бизнес, будучи хозяйкой его, я буду иметь очень много свободного времени, могу посвящать себе много времени свободного и своей семье. Но в итоге оказалось все совсем наоборот. Бизнес забирал у меня 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В моей семье практически не оставалось времени. И сейчас, в принципе, тоже такой период, когда сад тоже занимает много времени, но когда уже все выстроилось, уже гораздо легче, ты можешь высвобождать для себя определенное время, чтобы заняться своими собственными личными делами. с которыми я столкнулась поначалу, я думаю, вот я создала, я много денег положила сюда, все будет замечательно, у меня будет сразу много клиентов, я буду зарабатывать достаточно денег, чтобы закрывать все свои расходы, еще и при этом у меня будет приличная сумма оставаться. Но все было совсем не так. Столкнулась с тем, что родители выбирают только те сады, в которых они уверены, о которых есть хорошие рекомендации, а я была новичок в этой сфере, меня еще никто не знал. Я не имела определенной репутации и положительного имиджа среди других частных садов, поэтому первые два года ушли только на то, чтобы создать себе репутацию. Вот, но сейчас репутация уже начинает работать на нас. Следующая трудность, начиная свое дело, я не знала, что мне потребуется знание бухгалтерского учета, финансовой отчетности и налоговой отчетности. Я полагалась только на бухгалтера, которому я доверяла, но в итоге оказалось, что человек меня подвел, то есть были не сданы определенные отчеты, вовремя не выплаченные налоги, и в итоге пришлось платить штрафные санкции, восстанавливать некоторые вещи. Но я прошла сама курс бухгалтерского учета, сейчас я веду бухгалтерскую всю отчетность самостоятельно, разбираюсь в ней, и это очень важно, потому что если бы я этим не знала, люди могли бы пользоваться этим и дальше. Вот, ну, следующая такая большая тоже ошибка, я взяла персонал уже готовым коллективом, с человеком, который занимался полностью этим коллективом, методистом. В итоге получилось так, что те цели, которые я для себя ставила, не весь коллектив разделял, поэтому это большая ошибка, когда ты не участвуешь сам в подборе персонала, тех людей, которые будут с тобой работать, будут разделять те ценности и цели, к которым ты стремишься. Поэтому очень важно людей подбирать под себя и смотреть на то, что это те люди, которым ты будешь действительно доверять, и они будут делать то, к чему ты стремишься и желаешь достичь. Ну, вот еще одна была, наверное, большая проблема в начале. Я думала, что это такой простой обычный бизнес, как и другой бизнес, детский сад. Не настолько анализировала всю эту ситуацию, то есть не советовала с теми людьми, которые уже занимаются этим бизнесом. И посчитала, что это будет гораздо проще, легче, чем быть наемным сотрудником. Оказалось, совсем наоборот. Я была не готова к той ответственности, которая ляжет на меня в этой деятельности. Потому что здесь ты несешь ответственность не только за определенное качество образования, которое ты даешь детям, но и за жизнь, здоровье. Ты отвечаешь за каждую царапину, за каждую шишку, синяк, которую ребенок может получить в игре, или прыгая и скакая на улице. Поэтому это такая тоже серьезная ошибка, с которой я столкнулась уже в процессе. Но сейчас уже по истечении определенного времени, пройдя через эти ситуации, сложности, я понимаю, что с любой деятельностью можно справиться, если ты будешь упорно двигаться, не будешь расслабляться, расстраиваться, потому что трудности случаются везде. Ни в одной деятельности нет такого, чтобы все было легко и просто. И очень важно, чтобы тебя в этой деятельности поддерживали близкие. В данном случае моя семья очень сильно меня поддерживала и давала мне сил двигаться далее. И вот сейчас я могу сказать, что мы достигли определенного успеха и двигаемся достаточно уже так поуверенно в этой деятельности. Спасибо. 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 Спасибо.